Сегодня у нас очень необычная тема. Мы попытаемся разобраться в том, что такое край Вселенной и вообще существует ли этот край. Ну и поможет нам в этом разобраться, как всегда, астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Для меня это очень действительно необычная тема, потому что для моего сознания, которое всегда ограничено черепной коробкой мозгом, когда я впервые узнал, когда мне сказали, что Вселенная бесконечна, я не мог это осознать. Я думаю, что многие наши зрители не могут этого осознать тоже. А что для вас такое Вселенная и где у нее края? Да никто, наверное, не может осознать. Когда я был маленький, я представлял себе край Вселенной и думал, а что же там за краем? Стена, а я ее могу прорубить и так далее. Но знаешь, для того, кто изучает Вселенную, есть определенные ограничения. Например, когда я теоретик, для меня все умещается на листе А4, потому что я работаю на этой плоскости. Ручка, карандаш, лист бумаги. И когда я изучаю планету, она вот такая вот на этом листе. Звезду, которая в сотни раз больше планеты, все равно я вижу вот такой. Звездное скопление такое же, галактика такая же. И Вселенная для меня, я тоже делаю вот такой кружок, и вижу ее такой же, и вижу границу. Но границу в чем? Если я наблюдатель-астроном, у меня телескоп, дальнобойная машина времени. Смотришь вдаль, видишь прошлое. Если я теоретик, у меня все равно вот лист бумаги или экран компьютера меня ограничивает. Но все-таки граница у астрономической Вселенной есть. Мы это называем наблюдаемая или астрономическая Вселенная. И речь идет о том, что современная физика, а физика описывает Вселенную, работает в четырехмерном пространстве. Три координаты пространственных, длина, ширина, высота. Четвертая временная. Мы, когда говорим о пространственных координатах, имеем в виду, конечно, наши возможности по наблюдению. Телескоп смотрит вдаль, но не в бесконечную даль. У него есть ограничения по расстоянию. Он не может увидеть слишком далеко, там нет ничего, там нет объектов, там нет Вселенной. Это наблюдаемая Вселенная, а временная координата как раз и ограничивает эту наблюдаемую Вселенную. Телескоп нам дает возможность просмотреть кадры из прошлого в будущее. Чем более далекие объекты я вижу, тем более далекий он в прошлом.